Всем привет, друзья мои! Сегодня мы будем делать плановое замена масла в ноге Yamaha M25 сил. Многие задаются вопросом, как часто там меняется масло. Плановое замена масла делается в редукторе или раз в сезон, или через 100 моточасов. То есть 100 моточасов это у меня получается в принципе одна поездка. То есть я за 2 недели накатываю как раз 100 моточасов. У меня получается где-то 10 часов, 11 часов, ну за день я накатываю. Как-то так. Значит, чтобы заменить масло нам понадобится какая-то посудина, ведерко, канистра, там не важно, бутылка, банка. Понадобится отвертка, само масло сейчас покажу. Вот, если у нас прокладки плохие, то, соответственно, желательно заменить прокладки. Я меняю где-то раз в сезон. Так, значит, у нас есть 2 сливных, у нас есть 2 отверстия, то есть 2 болта. Это у нас вспомогательное отверстие, а внизу у нас находится как сливное, так и заливное. То есть мы, значит, ну отсюда и сливаем, и заливаем масло. Сейчас я продемонстрирую, покажу. В принципе, в ютубе все это уже есть, ничего это не новое, но мало ли, кто-то, может, не видел. Итак, значит, сначала мы откручиваем это отверстие. Масло немножко начинает литься, сливаться у нас, но сливаться будет плохо. Чтобы оно хорошо сливалось, чтобы хороший был самотек, нам нужно приоткрыть вот здесь воздух. Мы его приоткрываем или полностью, соответственно, открываем. Гаечку, не гаечку, значит, этот болтик коротенький кладем, значит, сюда или куда-то там в коробочку, чтобы не было грязи, чтобы не было пыли. И у нас масло уже, значит, с нижнего отверстия хорошо начинает сливаться. Как основное масло сольется, мы немножко прокрутим винтом, чтобы, допустим, у нас какие-то остатки, значит, тоже там до конца уже слились. У меня есть небольшой насосик для матраса, я вам покажу, можете тоже такой заиметь. Я, значит, сюда вставляю его и начинаю немножко продувать, то есть, чтобы какие-то все дополнительные там, я не знаю, остатки. Все идеально, конечно, это дело, все не стечет все равно, но все равно что-то как бы, чтобы там сдуло, скажем так. Кто-то еще промывает, я ничего это не промываю. Промывать, наверное, надо, если, допустим, там какая-то уже эмульсия, там вода попала, там какие-то там стружки были. Вот, если, как бы, плохо эксплуатировался двигатель, то тогда, наверное, промыть надо. Если, в принципе, масло сливается нормально, если там ничего у нас плохого нет внутри, то, соответственно, я никогда не смываю. Двигателю моему уже, значит, более 14 лет, 14 или 15 лет, уже точно разбился, уже со счета, не помню, какая точно уже правого. Вот, на последнем ТО, которое я делал в том году, мне сказали, что мой двигатель в идеальном состоянии. Поэтому, значит, я считаю, что я делаю все правильно. Еще вопрос, значит, задают по поводу того, значит, Илья, как ты, значит, трейлингуешь на 25-ке, тем более на, значит, двухтактном двигателе. Друзья мои, я говорю, двигателю 14 лет, трейлингую, я, в принципе, сначала его покупки, то есть все 14 лет я и трейлингую на этом моторе, и джигую, и делаю перебежки разноплановые, причем они довольно-таки долгие. Вот, и трейлингую. Трейлингую, рыбачу, вообще, скажем так, не просто рыбачу, да, джигом, допустим, перебежал на точке, постоял там, грубо там, три часа на другую точку. Нет, в основном, как бы, трейлингую, и трейлингую я где-то порядка, ну, наверное, в среднем где-то 8 часов, а то порой и 10 часов в день бывает такое. Так вот, значит, двигатель чувствует себя нормально, не дымит, свечи не заливает. Почему это у меня все происходит? Потому что я лью 250 грамм масла, специализированного масла для, значит, водных двигателей. Брал Матюль, вот, сейчас, может быть, какой-то другой буду брать, брал и Сузуки, и Матюль, вот, в основном Матюль, по-моему, использовал чаще всего. Вот, и лил 250 грамм на 20 литров. То есть, я заливал канистру бензина и туда выливал 250 грамм масла. Доверитель 14 лет. Ладно, это все, значит, прелюдии и ответы на какие-то вопросы от моих подписчиков. Итак, друзья мои, приступим к замене масла. И повторюсь, значит, в редукторе масло меняется каждые 100 моточасов, каждые 100 моточасов, или раз в год. Если вы ездите раз в сезон, вот, или, допустим, там, два раза в сезон выездите, ну, по неделе, да, то вам достаточно раз в сезон поменять масло. Вот, вообще, как бы, профессионалы рекомендуют, что, неважно, допустим, даже если вы, там, меньше 100 моточасов откатали в сезон, но каждый год заливать новое масло. Я так не делал. То есть, я раньше, если, ну, скажем, 14 лет назад, там, как раз, вот, там, 12, там, лет назад, 11 лет назад, если я ездил, допустим, раз в сезон, бывало два раза в сезон, ну, в принципе, раз в сезон я ездил. Вот, и у меня, если вдруг по какой-то причине я не набегал 100 моточасов, допустим, джиговал я больше, там, да, там, тренинговал меньше, вот, квоком ловил, и, там, подобный, там, не знаю, сезонал ловил, я, соответственно, не менял вообще в редукторе масло. Я менял он где-то, там, не знаю, раз в два года, раз в три года, вот. Это, в принципе, тоже не очень правильно, но, я повторюсь, двигатель, я говорю, в идеальном состоянии, ему 14 лет, вот, поэтому, возможно, делал я все как раз и правильно. А когда мы ездим довольно-таки часто, скажем, там, несколько раз в сезон, там, три-четыре раза в сезон, вот, и у нас получается именно большая накатка моточасов, то тогда нужно реально это все дело отслеживать и вовремя менять масло, вот, а иначе можно загубить свой двигатель. Итак, друзья, мы приступим к замене масла. То есть, вообще, как бы, рекомендуется перед каждой поездкой проверять уровень масла и тому подобное, там, на эмульсе еще как-то. Я это не делал, потому что, я не знаю, допустим, если я проверил на эмульсе, масло как-то вытекает, что мне нужно доливать теперь, я этим не занимаюсь. Но, что я рекомендую, перед каждой поездкой проверять на момент хорошо затянутости наших, именно этих болтов, винтов. Для такого замена масла нам нужна довольно-таки очень хорошая отвертка, мощная. Вот такая у меня отвертка постоянно присутствует в зипе лодки. Такая старая, боевая. Итак, друзья мои, сначала откручиваем нижнюю, скажем, пробочку. Сейчас прольется масло. Вот видите, оно не сливается. Такое ощущение, что масла нет. Но мы сейчас откроем вот эту, скажем, пробочку, да, и масло польется очень хорошо. Вот оно уже полилось. Баночку там подставить. Болты разные. То есть этот сверху, короче, этот снизу. Единственное, нанежим, что тут почему-то черенькое. Масло само вроде бы нормально. Ну, теперь ждем, пока оно сольется. И потом я еще вам покажу следующий процесс, который я делаю тоже. Ну, скажем, продувку там. Небольшую продувку, скажем так. Лучше, конечно, для таких целей использовать там побольше какое-то масло. В принципе, оно вполне нормальное. Побольше посудину. А то половина попадает в банку, половина. Ну, не половина, конечно, но все равно не очень приятно. Так, ну вот, мы немножко подождали. Масло у нас практически все слилось. Сейчас мы, значит, немножко тоже крутанем винтик. Ничего это нас особо не дает, потому что масло уже практически слилось. Но у меня есть еще вот такой инструмент. В принципе, этим можно не заморачиваться. И вот масло, не знаю, видно вам, не видно, но оно еще побежало. Вот, сейчас оно еще до конца сольется тоже. Хотя это, наверное, можно и не делать. В принципе, никто это в сервисе не делает. И начнем процесс заливания масла. Проверим прокладочки. Прокладки, в принципе, вроде в нормальном состоянии. Пока я их менять не буду. Пока я их оставлю. В принципе, рекомендована замена вот таких прокладочек. Они продаются в интернет-магазине, у официалов. Кстати, есть, скажем, паленые, есть оригинальные. Паленые подешевле, оригинальные подороже. Отличить практически их невозможно. Но менять пока я их не буду. Запасные я всегда их имею. А вот масло, это отдельная тема. По поводу самого масла. Значит, масло, значит, есть мотюль. Есть, значит, ямаховское масло. Вообще масел разнообразных, разных много. Просто есть в тюбиках, скажем так, да, ими удобно пользоваться. Но когда остаются остатки, с этими остатками, скажем, не очень удобно пользоваться. Вот в этом масле, скажем, 750 миллилитров. Когда мы, значит, откроем, здесь оно останется. И, ну, скажем, остатки. То есть на несколько раз... Ну, ладно, здесь еще, ладно, 750. А вот в этом тюбике, скажем, уже 270, да, миллилитров. И какие-то остатки, которые неизвестно, куда их сливать. В какую-то канистру, а потом из этой канистры перекачивать. Вот. Поэтому тюбик чем-то хорош, но чем-то и не очень. Я пришел со временем к использованию канистр. То есть я беру масло в канистрах. Вот. Это квиксильвер. Вот. Здесь 800 миллилитров. И отсюда я его в редуктор закачиваю насосом. Правда, если вы хотите пользоваться, ну, канистрами, то вам придется еще купить специальный насос. Вот, друзья мои, я в свое время купил вот такой насос. Это вставляется, значит, в саму канистру. А здесь мы накручиваем на наш редуктор. И начинаем закачку. Вот. Сейчас я вам это все дело продемонстрирую. Вот. Но на это придется разориться. Так, снимать мне приходится одному, поэтому пытаюсь, как могу, камеру крутить то вправо, то влево. Так, вот мы накрутили, значит, наш насосик. Теперь вот эту сторону мы должны вкрутить в нижнее отверстие нашего редуктора, нашей ноги. Специальный переходник, который потом будет накручиваться на нашу трубку, мы вкручиваем в нижнюю часть. Вкрутили. Теперь вкручиваем. Все. И здесь у нас насосик. Итак, то есть, начинаем мы заливку снизу, пока сверху не польется у нас, значит, масло. Как сверху у нас начинает выливаться масло, соответственно, значит, редуктор у нас заполнен. Не торопясь, мы вкачиваем туда масло. Масло начинает вытекать. Оп. Вкручиваем верхний болтик. Главное по резьбе попасть. Чтобы он легко шел. Закручиваем хорошо, но без дури. Теперь мы должны отсюда выкрутить и закрутить нижний. Болтик нижний. Масло вытекает, но, как вы видите, не так сильно. Оно практически вообще не течет. Верхнее. Нижнее. Наше старое масло. Наше новое масло. Итак, друзья мои. Плановая замена завершена. Девизор готов к работе. Видео такого плана в интернете очень много. Если вам что-то было непонятно в моем видео, вы можете, в принципе, полистать интернет, YouTube и найти, ну, скажем, более подробное какое-то видео, где вам расскажут и покажут профессионалы, как это сделать грамотно и правильно. Ну, а я, как смог, показал и как смог, объяснил, как я меняю масло в редукторе своей Yamaha 25 сил. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всем благо. Субтитры сделал DimaTorzok